На сегодняшний день самый активный такой дауат, это наверное должно опираться на нравственное качество человека. То есть люди смотрят то, что ты делаешь. Не то, что просто ты говоришь. Если ты будешь говорить, одно дело другое, ну, мало кто это, наверное, примет. То, что, в принципе, каждый может в себе воплощать, хороший нрав. Каждый может. Доведите обо мне хотя бы один аят, одно знамение. И самое важное, мы иногда думаем, то, что если мы будем призывать такого-то человека, то, что мы его никогда не призовем. Часто, может быть, вы слышали такие высказывания. Да он вообще заблудший. Да он вообще далек от религии. Да он не придет. Что бы ему ни говорить. Или, например, такие вещи. Я сколько его хотел заставить читать намаз, я так его не поставил на намаз. Субханаллах, кто ты такой, чтобы поставить на намаз? Аллах, субханаллах, ставит на намаз. Не ты. Поэтому даже пророку Мухаммаду, если бы, смотрите, если бы человек бы ставил, человек бы ислам вводил, если бы основная причина была бы именно, чтобы человек принес ислам, это тот или иной, то бы это был бы пророк Мухаммад, призвал бы своего дядя Абу-Талиб. Но он рядом стоит. Как ты можешь отказаться от пути Абду-Мухаммаду, которые поклонялись идолам? И так он не принял ислам и ушел из этой жизни и сказал, тогда пророк Мухаммад саллах расстроился. И Аллах не спослал ему даже ты не можешь поставить на прямой путь того, кого ты любишь. Только Аллах, субханаллах, поставит того, кого пожелает. Это самое великое знамение, то, что даже пророк Мухаммад, саллах, саллах, не может поставить на прямой путь того, кого он любит. Только Аллах, субханаллах, а что мы должны делать? Его самое большое заблуждение, когда человек думает, то, что он, то есть, сколько они призывают того или иного, он не станет. Вот это самый большой шайтан, через что обманывает на шоктан. Почему? Потому что если было бы это так, то бы не принимали бы такие ислам, такие люди, как Умар бин-Хаттаб, которые были, настолько они были, как Пророк Мухаммад саллаху, должны понимать то, что за результат мы не отвечаем. То есть, когда мы даже говорим, то есть, да что его призывать, он все равно не станет. Да сколько его, там, в мечеть пригласи, возьми, не буду звать, он даже, это бесполезно. То есть, нет для Аллаха, нету такие понимания, как невозможно. Аллах, Субхану, все может, всемогущий, Субхану Ате-Аля. Поэтому мы должны понимать то, что Аллах, Субхану Ате-Аля, нас не спросит, почему тот не встал на намаз, почему этот не принял ислам. Аллах, Субхану Ате-Аля, и меня, и всех нас просят, братья и сестры, что мы сделали для того, чтобы он узнал об Аллахе. Поэтому Аллах, Субхану Ате-Аля, обращаясь к Пророку Мухаммаду, сказал, На тебе, Мухаммад, только донести. Все. Донести обо мне. То есть, доведи до меня аят, хадис, какую-то историю жизни посланника Аллаха, Субхану Ате-Аля. Что-то хорошее, довести. Все, за остальное ты не отвечаешь. Дальше Аллах, Субхану Ате-Аля, это уже в руках Аллаха, Субхану Ате-Аля. Аллах, кого пожелает, поведет прямым путем, кого пожелает, заблудит здесь, Вишня Аллах, Субхану Ате-Аля. То есть, результат от Аллаха, ты за результат не отвечаешь. И Аллах не спросит себя, почему Он не принес нам. Аллах, Субхану Ате-Аля, спросит, довел ли это или нет, донес ли это или нет. Вот за это мы будем все спрошены. Это вот очень такая ключевая, это очень такая на сегодняшний день тоже, потому что сколько же бываешь, да что его призывать, он далек, вот это вот близок, а бывает часто, который вот-вот думаешь, человек близок, но он самый далекий от Аллаха, а который самый далекий, он самый сможет, на следующий день он в первых рядах будет стоять и молиться. Субтитры сделал DimaTorzok